Снимаем маски. Курс очень сильный. Почему? Мы с детства начинаем приспосабливаться, врать, хитрить, чтобы нам не делали больно, чтобы мы не делали словами или какими-то фразами кому-то больно. Одеваем маску, что у нас всё хорошо, у нас всё положительно. Копим, копим, копим. И эти маски наслаиваются у нас. Вот как пергамент наслаивается, наслаивается. И мы получаемся я-не-я. Я хочу улыбнуться, а у меня улыбка получилась, как будто я крутой мини-корс устроила. Хочу просто высказаться, а я фальшивью даю комплименты. И мне это было не нравилось. Почему? Я хочу одно, а получается другое. И я тоже уже задавала вопросы. Я была в Косминергет, я уже прогрессор, я уже обучала. Ответы мне шли с 97-го года. Я не знаю, откуда они шли, от кого они шли. Я до сих пор не понимаю, откуда они идут. То мне сказали, пора работать своей маской. Освободи себя от масок. И я освобождала. То меня посылали к косметологу, то посылали к массажисту. И потом я стала снимать маски тоже. Люди ко мне приходили. Я их ложила на диван или на кушетку. У меня еще не было массажного стола. И руки сами ложились, и руки сами снимали. Я не понимала, что я делаю. Что я делаю? Работы. Потом получишь ответ. Я работала. И, конечно, снимались маски. То есть это энергетические маски получаются? Да. И потом я расслабляю. Что делать? Человек лежит, не разрешает лица коснуться. Или человек лежит, не может расслабиться. Помассируй лоб, нос, угла носа. Или подбородок, декольте промассируй. Что происходит? Ты расслабляешь человека. Почему? Потому что если мы не расслабимся, мы не снимем маску. Расслабление нужно. Но потом я прошла у Татьяны Сомовой, у моей ученицы. Я прошла курс кисточкового массажа. И думаю, о, если честно, бывает такие люди, что неприятно браться за лицо. Ну, неприятно. И я перешла на кисточки. Я массаж кисточков не делаю. Это он просто используется, кисточки для расслабления. Не все люди доверят вам коснуться лица. Это насилие кто-то пережил. Это действительно чувствует себя выше или ниже вас. Или какой-то дефект лица. То на кисточки все соглашаются. Я не обучаю кисточкового массажа. Кисточковый массаж я получала в Египте. Кисточковый массаж у косметолога я получала. Сначала и валиками я тоже получала. У косметологов они какие-то новинки пробуют. А пробуют то кварцевые валики, то опаловые валики. То действительно еще какие-нибудь. Но кисточками мне понравилось еще до Татьяны. Когда я стала наносить пудру. Когда я наносила, стала румяна. Мне нравилось, что действительно приятно было. Но когда я получила курс, то да. Я не скрываю, я везде пишу, что это я получила Татьяна Сумова. Но кисточковый массаж, он идет от Клеопатры. Она кисточковый массаж делала волосами мне кисточки. Были своих любовников. Конечно, я вам не советую это делать. Еще любовники нащипаем. Но если есть такая магия, я сама тоже у магов много обучалась. Есть такая магия, если вы у любовницы, у любовника стрижете и сделаете кисточку, то энергию экстаза, энергию любви, воспоминаний или еще чего-то вы получите. Но я не советую вам это делать. Почему? Потому что, может, этот любовник уже живет в своей жизни другой. Может, его действительно уже, или у нее в живых нету, но вы притянете. Лучше действительно чистить, очищать и работать уже то, что индустрия нам предлагает. И есть магазин для художников, там есть кисточки как раз, белка, пони. Можно брать, но так как вы энергию, то вы можете чистить, очищать. А вот потом эффект после кисточков массажа от человека, испытывать психологическое облегчение вместе с физическими? Или вот какой эффект у него происходит? На что рассчитывать? На что рассчитывать? Я, чтобы первый раз, когда я стала себя рекламировать, но я своим всем делала, я в одиннадцатом году повезла в Америку. И всем от этой хиллеры, учителям из разных стран, сказала, что я просто дарю, дарю. И у меня был один человек, массажист, он решил попробовать. Но он один раз сказал, потом сказал, ну тебе, как погляжу, это и хочется. У него потенция восстановилась за один сеанс. Француз за пять сеансов освободился от алкоголизма. Он ложился на третью, на четвертую сеанс. И я говорю, господи, только у Вианы закончились, в следующую историю прошли, от тебя воняет, прилет переграм. Ты где успел? Он вообще не успел. Выход такой был. И он мне подарил большого метистового ангела потом, потому что я подарок давала, не брала деньги. Но рекламу я получила очень хорошую. И меня приглашают именно по Америке, я с ними не тех, как я езжу. Восстанавливает, расслабляет. И, конечно, на учительстве я готовлю уже для мужей, для жен расслабляющих. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok